Субтитры создавал DimaTorzok Предметно и по существу посмотреть на каждую из них. Речь в данном случае будет идти о типах религий, которые мы видим. Их достаточно много, религий в мире. Помню, как-то один журналист писал, что их чуть ли не тысяча религий. Но всё зависит от того, что считать, конечно, религией. В конечном счёте, например, христианство можно считать одной религией, а можно в христианстве найти несколько, я не знаю, десятков, если может быть даже сотен различных ветвей, каждый из которых называется тоже христианской. Я говорю, понятно, об очень многих протестантских направлениях, которые, кстати, и исчезают, и нарождаются почти постоянно. На Западе идёт вообще процесс очень сильный общего размывания каких-то основ христианства. Вот сейчас только пришло сообщение, что в англиканской церкви, например, Австралии приняли большинством голосов на заседании епископата решение о не только допустимости, но даже о желательности, по крайней мере, о легальности церковной, каноничности, венчание, венчание всех, кто пожелает. То есть, не крещённых, представителей других религий, неважно. В связи с этим сообщением приводится ряд высказываний каких-то видных деятелей англиканской церкви Австралии, где они рассматривают этот шаг, рассматривают и защищают его, как имеющие миссионерское значение. Вот. Один, например, из настоятелей какого-то кафедрального собора говорит, я готов, я считаю, что это очень большой и положительный шаг, поскольку у нас теперь самих англикан очень мало ходит в храмы, откровенно так, очень мало, то здесь есть надежда, что будут приходить люди других религий и, возможно, таким образом мы их привлечём в лоно церкви. Слышите, что идёт уже? Уже приходилось нам не раз с вами говорить о том, что всегда идут два процесса, два противостоящих друг другу. Процессы какие? С одной стороны, будем говорить, миссионерский процесс или определённая христианизация общества там, где появляется церковь. И тут же возникает, вот, Гегель это вспомните, никуда не денетесь, тезис-антитезис, и тут же сразу возникает процесс противоположный, который заключается в чём? Омерщение церкви самой. Омерщение церкви, церковного сознания, когда, вы видите, уже не просто там члены церкви как-то отходят, теряют свою духовную силу, а церковного сознания, что подразумеваем мы под церковным сознанием, то есть официального выражения учения церкви. Само учение церкви уже приобретает всё больше омерщённый характер. Вот это вот решение англиканской церкви Австралии – очень хороший, яркий пример этого процесса. Представьте, до чего дойти? Кто веру имеет и крестится, кажется, ну, сказано же, точно. Никакой веры не надо. Неверующий, совсем во Христа неверующий, ничего не знающий, исповедующий другую религию, может прийти и обвенчаться. Почему, кстати? Для этого созданы необходимые, необходимые, я бы сказал, не предпосылки, а необходимые условия. Само венчание, сам процесс, сама церемония так обставляются, что очень многим это интересно, просто интересно уже становится, что там происходит, что делается. Я помню, где-то, где-то видел такую церемонию или в Норвегии, или где-то в какой-то скандинавской стране, просто перерыв был очень большой, и так пошёл тут лесок гулять, и вдруг смотрю, какой-то храм стоит протестантский. Захожу туда, и там как раз идёт это венчание. Представляете, как там интересные церемонии? Значит, молодые стоят на возвышении, так, а здесь, вот представьте, там вон, а здесь сидят, значит, уже не помню, ну, два малыша, ну, лет пяти, вот такие, с цветочками, всё, так красиво одеты, всё, идёт эта вот такая церемония. Ну, и там, ну, своеобразная, конечно, эта церемония. Так вот, достаточно красиво это обставить, и люди будут идти. Да, при чём тут вера? Это красиво, это интересно, а всем молодожёным обязательно хочется что-то такое, чтобы было интересно. Одна американская пара совершила другое. Когда они вступили в брак, они решили совершить кругосветные путешествия. Но как? Приезжая в разные страны с различными, в которых исповедуется своя религия, они каждый раз, каждый раз принимали эту веру и совершали бракосочетание по обряду этой религии. Вот так. Видите, как интересно. В общем, приезжается в такое, в развлечение некое, некое развлечение. То, что понятно, я вам скажу, в определённой степени даже оправдано с мирской точки зрения, ну а почему не поразвлекаться? Правда же? Ну а почему же? С мирской. Никакого Бога нет, никакой религии нет, не всё верно. Это даже интересно. Так? То является убийственным для христианства. Когда такие, такие высшие, я бы сказал, ценности, данные нам, жертвую Христовую, так, не сводятся до уровня развлекательного момента. Это уже является реальностью. Я почему говорю об этом? Не просто для того, чтобы сказать, вот там. Я вам скажу по другой причине. Вам понятно, по какой. Ещё раз напоминаю, никаких идеологических границ у России с миром нет. Всё это проникает. Причём проникает, не думайте, в качестве каких-то актов. Нет, речёт о другом. О омерщении сознания церковного. Вот в чём дело. Если мы будем воспитаны вот в таком же духе, духе этого либерализма, если хотите, или плюрализма, о котором мы с вами говорили, так, то постепенно, да, приходит, не всё ли равно. Не всё ли равно, в конечном счёте. Это красиво, это приятно. Глядишь, действительно люди, может быть, посмотрят на храм, может, когда-нибудь зайдут, и под флагом этого лживого оправдания мы можем разрушать самую суть, суть церкви. Вот так, друзья мои. Так вот, одни говорят, религий много, чуть не тысячу или больше, другие говорят, религий совсем немного. Их немного. Ну, может быть, несколько, может быть, десятков, а то чуть ли и не в десяток даже их можно все вместить. Таких религий, основных, если не касаться их разветвлений, как таковых, действительно. Возьмите, только христианство, обозначьте одним именем, сразу, сразу, сколько десятков, если не сотен, вы вмещаете в одну папку. Так вот, поэтому очень важно нам что? Попытаться, попытаться классифицировать всё это множество религий, не касаясь, так сказать, характеристики каждой из религий, а касаясь сути вот определенного типа, попытаться и оценить это в какой-то степени с точки зрения того критерия, о котором мы с вами говорили. То есть критерия истинности – это один критерий, и критерий спасенности – это другой. Не забыли, что это разные, разные критерии. Религия может быть истинной, может быть, и неистинной. может быть, совсем ложной, но как только мы косёмся вопроса спасения, то здесь – ой, как мы должны быть осторожны. Потому что трудно нам, трудно нам говорить о той скрытой области, которой является душа человеческая. Мы можем сказать одно – религия ложная. Религия, которая призывает человека не к спасительному пути жизни, но должны не забывать другое, что спасение – это не переход из одной комнаты в другую. Совсем нет. А спасение, о котором мы говорим, это есть определённое состояние души. Это же откуда такое понимание? Откуда понимание такое? Царство Божие внутри вас есть. И не скажут вот здесь оно или там, но внутри вас есть. Это Царство Божие, спасение. Спасение – что это есть? Состояние – значит внутреннее. Это внутреннее состояние, а не какой-то акт, которым определяется, определяется человек. Я попытаюсь сегодня за то небольшое время, которое у нас есть с вами, обозначить вам эти типы религии. Сразу предупреждаю вас, что это, так сказать, мой вариант. Вы можете предложить совершенно другой вариант классификации. И каждый, наверное. Потому что здесь нет никаких установленных норм, которых мы должны придерживаться. Поэтому, пожалуйста, если у вас возникнут какие-то другие предложения или другие идеи, никаких проблем нет. я лично предлагаю вот такие типы религий. Немного их. Всего четыре. Всего четыре типы, чтобы особенно не расползаться мыслью по древу. Первый из них я называю магическим типом. Магический тип религии. Кстати, в отношении его сразу вам скажу следующее замечание, которое имеет немаловажное значение. Если вы обратитесь к антирелигиозной литературе и попробуете выяснить вопрос происхождения религии, то вы увидите, что с точки зрения атеизма первоначальным типом религиозного сознания это было как раз магическое сознание. Магическое. началось оно чуть не с поклонения там, звёздам, там, светилам или каким-то явлением природы. Это, так сказать, внешняя, культовая сторона. А суть её, суть её именно магическая. То есть магия лежит в основе с точки зрения атеизма всего, я бы сказал, всего религиозного духа человека как такового. и так я называю магический, затем юридический тип, третий тип предопределения и последний тип синергии. Вот так. Четыре типа религий. Должен сказать, что нельзя чётко подчас обозначить границу между тем или другим. Ну, как и всегда, на стыке здесь очень трудно провести чёткую разделительную грань, потому что часто элементы того и другого переходят в иной тип, в иную сферу. Вот. Но я попытаюсь дать характеристику их и именно характеристику с точки зрения такой, ну, я бы сказал, христианской всё-таки, насколько это возможно, с тем, чтобы мы могли иметь представление. Итак, попытаемся, значит. Чем характеризуется магический тип? он фактически игнорирует идею Бога. Бога как личного существа, и поскольку это личное существо, то могущего что-то действовать самого по себе на человека, на обстоятельства, на окружающий мир. Это очень важно. Магический тип религиозного сознания мыслит иначе. может быть, лучшим словом для его выражения является латинское слово occult, occultus, оккультистское понимание, которое заключается в чём? Что есть некие силы, тайные силы, не те явные, которые мы видим глазами, ушами, руками, ногами, так, а некие тайные, скрытые силы, силы, которые связаны не с физическим воздействием, а связаны с невидимым духовным, будем выражаться уже таким образом, воздействием. Но это силы, силы безличностные, которые тоже подчинены определённым законам, и которыми человек может воспользоваться при определённых условиях. Этими условиями являются ничто иное, как знание и осуществление определённых ритуалов. нужно знать определённые слова, определённые, если хотите, обращения к этим силам и знать, какие действия при этом совершить для того, чтобы получить искомый результат. Для магического типа не существует какой-то идеи Царства Божия, он весь сознание этого типа, оно всё замкнуто в этой нашей трёхмерности, в этой материальности. Все цели находятся здесь, в этой нашей земной действительности. Никаких потусторонних для него фактически не существует. Мы называем часто языческие религии как именно прекрасным выражением этого магического типа. Особенно здесь часто поражает и много любопытных фактов есть, то, что мы именуем шаманством, например, где шаман, именно зная, как действовать, что делать, как обращаться к этим силам, достигает определённых, если хотите, успехов. По крайней мере, действует. Я помню, читаю в одном журнале, по-моему, «Вокруг света», ещё в советское время, помню, как где-то в Африке наблюдали такую церемонию. не было долго дождя где-то, и, наконец, люди уже видят, погибают, обращаются к шаману. И он что сделал, этот шаман? Под дерево посадили ребёнка, ребёнка, так, над ребёнком какой-то там сук был, ветка. И дальше шаман начал постепенно, всё более возбуждаясь, исполнять танец, ну, ритуальный, религиозный танец. Вот. Как вы, наверное, уже представляете, что у них это постепенно развивается скорость, потом эти крики, выкрики. Он носился вокруг этого дерева. Вот. И, наконец, он достиг точки, что ли, экстаза и с каким-то страшным выкриком или что-то подбежал и над этим младенцем сломал сук. Сломал над ним. Ребёнок сразу оказался мёртвым, а здесь появилась чёрная грозовая туча. Полил дождь. Вот так, по крайней мере, было написано в журнале. В журнале. Да. Вся суть-то в чём? Очень хорошее мне понравилось определение магии Бердяева, которого терпеть не могу. Да. Да. Но у него очень хорошее определение. Магия есть господство над миром через познание необходимости и закономерности таинственных сил мира. Он мира сказал, лучше бы сказал о природе. Да, но неважно. Да. В данном случае Бог как Личность или полностью игнорируется, или если и признаётся его существование, так, то не в качестве, конечно, какой-то цели, но в качестве средства для достижения земных целей. Цель магии – овладение вот этими силами, которые, пожалуйста, можно назвать тайными силами, можно назвать божественными, как вам угодно. В общем, силами бытия, этими скрытыми силами бытия. Вот в чём суть его. Какие можно религии отнести к этой категории? Ну, во-первых, конечно, шаманство, естественно. Кабала – это иудейское такое направление, где, вы знаете, придаётся значение колоссальное, или основное значение чему? Сочетанию букв, там, цифр, слов, которые обладают, оказывается, ну, полной силой такой, что человек может и летать, и что угодно делать. Вот. Экзорцизм. Экзорцизм, то есть, или отчитка. Так. Имя славства. Имя славства. Слыхали такое? Имя славства. Для того, чтобы вы, так сказать, не удивились, я вам зачитаю одну фразу. А мы подменяем это исповедание имени, имени с большой буквы, исповеданием самого Иисуса Христа. Мы не понимаем важности, значимости, массивности имени Божия. Подменяем исповедание имени исповеданием самого Иисуса Христа. Слышите? Подмена какая роковая! Слышите, что утверждает имя славства? Слушайте, эта фраза, эта фраза, ой, как о многом говорит! Если хотите, она выражает самую суть. Многие интересуют, что такое имя славства или имя боженчества? Как понять здесь, что тут хорошего, что плохого? Великолепно выражено. Оказывается, мы подменяем исповедание имени, его, его, имени, его, исповеданием самого Иисуса Христа. какую роковую ошибку мы делаем? Вот я указал вам на эти вещи, там назвал шаманство, экзорцизм, там отчитка, где главное произвести вот чин в отчитке. Чин! Не важно, что я не святой, что я грешный, да, не важно, что там говорит Евангелие, что говорят святые отцы, это всё не важно. Да, главное совершить чин и всё. Но о другом хочу сказать, что вот этот вот магизм, он соответствует нашей ветхой природе, ветхому человеку. В чём это соответствие мы находим? Поймите, пожалуйста, поймите, совершить любые внешние эти действия ритуальные неизмеримо легче и проще, чем совершить очищение своей души, чем очиститься хотя бы от одной страсти какой-нибудь, хотя бы от одной. Это же просто совершить ритуал. Я вам скажу, даже подчас интересно, увлекательно, чем совершить очищение души. И отсюда мы видим, как исторически, и не просто исторически, а это, видимо, сущностно даже, как в христианстве постоянно идёт борьба, борьба с магизмом, борьба с магическим отношением, с магическим пониманием чего? Таинств. Таинств. Вот то, что мы с вами говорили. Главное – сделать, обвенчать, окрестить, рукоположить, постричь монашица. Главное – сделать. Вы слышите? Совершить ритуал. А что говорят отцы? Что говорит Евангелие? Если имеешь веру, крестит, спасен будет. Не имеешь веры? Не имеешь веры и венчаешься? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Не имеешь веры и принимаешь крещение? Слышите? Вы среди народа раз не слышите? Ты венчалась? Вы венчались? Нет. Венчайтесь. Даже в голове мыслей нет о том, вы верите, вы верующий или нет. Если не верите, то поверьте. Речь – это не о том, чтобы вы веруете, и тогда вы всё будете и венчаться, и креститься, и всё, что угодно будет. Нет, об этом речи даже нет. Нет об этом речи. Спрашивают о другом. Крещен? Нет. Ну, всё, это безобразие. Голову не приходит мысль о том, а веруешь ты или нет? Главное, ты не крещен. Ужас какой! Вот вам классическое магическое сознание. Не о вере говорят, да, а о совершении ритуала. И что там Иисус Христос говорит, кто веру имеет? Что Он понимает по сравнению с нами? Что там понимают святые отцы? Вот до чего не сводим. Наше магическое сознание, видите, это серьёзнейшая вещь. В нехристианских религиях магизм – это естественно. Естественно. Для христианства это роковая ошибка. Роковая. Представляете, этот крещённый, который отныне православный, так? Называется православным. Это разрушителем, может быть, церкви. Представляете? К трупу привязать живого человека, что будет для этого живого человека? Что будет, разве мы не понимаем, и вдруг мы труп привязываем к церкви? Говорим, он православный. Вот так, друзья мои, это то, что касается магического типа. Оказывается, опасность колоссальная для церкви, для православия. Второй тип предопределения, как я... Нет, юридический тип, я вам сказал, или законнический. Какова основная характеристика этого религиозного сознания? Человек и отношение его к Богу, и Бога к человеку, рассматривается, рассматривается по принципу тех законов, которые существуют в любом государстве. когда издаются определенные законы, когда человек наказывается за их нарушения, когда человек награждается за их какое-то особое ревностное исполнение. Вот. Это закон, это нечто внешнее по отношению к человеку. И его, и его, так сказать, состояние человека, его благополучие, если хотите, или напротив, обусловлены обусловлены ничем другим, как именно характером отношения к закону, исполнением или нарушением. Этот тип, вы слышите, что он исключает? Он исключает душевное состояние человека. Я же могу исполнять что-нибудь, как правило, уличного движения, там, автомобилист может исполнять и плюется при этом, и ругают, на чём свет стоит, там, это Гаили, кого там, что они могли придумать такие правила. Поносит, на чём свет стоит, но исполняет, потому что, если он не исполнит, они отберут права. Понимаете, в чём дело? Вот чем характеризуется, так называемый, юридический тип? Как он применяется, или как он действует в религии? Очень просто. Когда Бог рассматривается, как высший закон, когда его заповеди рассматриваются как закон, слышите, как закон, который мы должны исполнять, не исполню, мне будет наказание, я его исполню, мне будет награда. Сгорел мой сосед? Ясно, кто он? Ясно. Это грешник, так и надо. У меня всё благополучно? Тоже ясно. Я лучший в мире. Кому же это не ясно? Только глупому это не ясно. Понимаете, что такое юридический тип сознания? Это очень серьёзная вещь. С христианской точки зрения это страшное искажение понимания самого Бога, понимания отношения Бога к человеку. И отсюда и отношение человека к Богу. Тяжелейшее искажение. Исходя из такого вот религиозного типа, что мы видим? Мы видим это фарисейство, законничество. То есть, когда кажется, всё исполняется. Весь закон церковный исполняется. Исполняется самое, если хотите, нормы нравственности. Под нравственностью ещё раз напоминаю вам, подразумевается характер моего отношения ко всему окружающему миру. Слышите? К людям, к закону, к делу, к природе, ко всему. И если я всё исполняю в соответствии вот с теми нормами, которые я вижу, я какой человек? Я праведный человек. Никто не смотрит, это не интересует это типо, на моё внутреннее при этом состояние. «Главное, что я внешне не изменяю жене, а внутри наполнен неизвестно чем. Это не интересует. Я праведный человек». К этому типу, классическим, я бы сказал, выражением этого типа, является вот то состояние ветхозаветной религии, в которой уже пришёл Христос. Да. Помните, когда? Христос прям с таким гневом праведным осудил всё это, эту внешнюю чисто форму. Не просто за лицемерие только. Мы иногда говорим только о лицемерии. Да нет. Почему лицемерие? Не просто лицемерие. У кого-то это было лицемерие, действительно, перед людьми, которые хотели видеть себя, видеть, но осуждение того даже, что человек видит суть религии в чём? В исполнении этого внешнего, внешних предписаний церковных. Что он исполняет субботу. Всё. Вот, оказывается, он уже праведен. Нарушение субботы – это ужасно. Убить его, этого Иисуса. Понимаете, тут лицемерия – это нет же. Когда Христос исцеляет, помните, ну, сухую руку, говорит, встань посередине, протяни руку твою. Так, помните, результат был? В бешенство пришли. Видите, никакого лицемерия у них не было. Они просто возмутились. Как это такое? В субботу он исцеляет, то есть работает. нарушение, с точки зрения их нарушения закона Божий. Вот как понимается закон Божий. Форма, формальность. Формальность. Вот внешняя только внешняя церемония, внешняя сторона. К этому относятся, к сожалению, в это впало всё западное христианство. Всё западное христианство. Католицизм и за ним его законно рождённое чадо. Слышите? Вот законные. Кровь от крови, плоть от плоти, кость от костей. Протестантизм. Все, все эти, все эти воины и прочие, это, знаете, это не выражают сути своей. Войны совсем по другой причине шли. Не потому, что здесь произошло религиозное противопоставление. Совсем не поэтому. Главным образом, это были причины другого порядка. Причины власти. Политические причины. Здесь мы замечаем опасность, которая присутствует и может присутствовать в христианстве. Что значит в христианстве? В христианине я хочу даже сказать, во-первых, и в христианстве это во-вторых. Да, католицизм, протестантизм весь стал на почве юридизма. Появилась даже идея, которая фактически догматизирована, идея заслуг, идея сверхдолжных заслуг. Понимаете, всё это появилось, это всё утверждается, вы слышите, даже заслуг. но это всё возникло совсем не случайно, когда мы говорим «религиозное сознание», говорим «католицизм». Это общее понятие. А в конце, как это случилось? А случилось очень просто. Просто и прискорбно. Когда мы, когда мы христиане, в отдельности, богословы, иерархи, те из тех, которые определяют формулировки церковного сознания, когда они стали понимать Бога и человека, их отношения, вот таким образом – «ты мне, я тебе». Я тебе, точнее, Господи, ты мне. само спасение стало пониматься как выкуп. Вы слышите? Что такое выкуп? Сделка. Вы же должны же понять. Это сделка. Я тебе вот даю. Вот раба. Я выкупаю раба. Понятно? Сколько стоит? Столько. Даю. Выкуп. Вы понимаете, какой характер? Внешний. Жертва Христова оказалась внешним выкупом. Искуплением. Протестатизм чуть-чуть изменил. Оправданием. Когда вдруг нашёлся могущественный заступник на суде. И в результате этот человек, этот человек, не он изменился, а его оправдали в результате этого действия, этого внешнего заступника. Иисуса Христа. Он собою закрыл всю грязь этого человека перед лицом Бога. Кстати, у них термин даже какой? Ну, вы же проходите это? Проходили. Праведность Христа. Как вы думаете, как называется? Чужая праведность. Чужая по отношению к человеку праведность. Вы слышите, какой ужас! И этой чужой праведностью скрываются грехи человека перед лицом Бога Отца. И таким образом человек, вы слышите дальше, результат, со всем своим скарбом страстной жизни, полностью погружённой в мамону, в земную, вот эту вот жизнь, так, он вводится в Царство Божие. Какое извращение Царства Божие вводится? Почему? Как оправданный! Как хорошо об этом написал архимандрит Сергий Строгородский в своей работе «Православное учение о спасении». Говорит, какой ужас! Это значит что? Всю вечность грешить и всю вечность жить! Как же возможно! Само Царство Божие это как понимается? Не как единение человека с Богом, духа человеческого с Богом, а как переход из одной комнаты в другую. Его оправдали и всё! Он каким был, таким остался! Вы слышите? Какая ужасная идея! И насколько глубоко она опять-таки присутствует в ветхом человеке! Я опять вам пользуюсь терминологией апостола Павла. В ветхом человеке как она присутствует! Как заработать себе! Не измениться! Я каким был, так и есть! Не измениться, не очиститься, не осветиться, а заработать себе Царство Божие! Я сделал то-то, то-то и то-то! Я исполнил закон! Как в Иудействе был закон Моисеев! Понятно? И посмотрите, этот закон, к чему он сводился? К чисто внешним, некоторым нравственным нормам, так и грабаннейшему количеству вот этих предписаний церковного характера. Каким приводит это? К чему? Это внешнее исполнение. К чему приводит? Гордыня. К мнению своей праведности, к неочищенности, к неспособности к общению с Богом. В конце концов, к чему это приводит? К распятию Христа. Слышите? К распятию Христа. Я бы очень советовал вам ещё раз прочитать из братьев Карамазовых легенду о великом инквизиторе. Ещё бы раз прочитать. Посмотрели вы, как он великолепно изобразил психологию, если хотите, дух католицизма. Прекрасно изобразил этот человек. Почитать письма о западных исповеданиях. Вы знаете, актуальные вещи, вы слышите? Актуальнейшие работы. Письма о западном исповедании Хомякова. Это во втором томе его сочинений. Ну, они три письма о западном исповедании. Переписка его с Пальмером. Вы почитайте! Это же современнейшие вещи! Прямо современнейшие! Где он прекрасно показывает, что такое идеология католицизма, что это такой этот юридический тип, какое это просто полное искажение христианства, полное искажение, где любовь основным принципом является. Если вы без любви, то Богу не надо было бы распинаться, приходить и распинаться. А если вы говорите о справедливости, то святые отцы точно определили, что мы бы и мига не могли бы просуществовать, если Бог относился бы к нам по справедливости, то есть по закону. Вот каковы мы! К сожалению, ещё раз вам говорю, вот это вот сознание, сознание того, что если я что-то делаю, и ты, Господи, мне должен делать, я подал копейку, Господи, давай мне миллиард. Вот это, сколько оно присуще ветхому человеку! Не нужно это замазывать, друзья мои! Я обращаю ваше внимание! Не нужно думать, что это где-то у кого-то, у католиков там и прочее, да ничего подобного! В каждом из нас это есть! В каждом из нас есть ветхий человек! И это надо в себе не замазывать, не скрывать перед своими глазами, а осознавать и отрицать это, отвергать это. Тогда только у нас будет проходить правильная духовная жизнь. Осознавать это! Вот, ходить, вот да, во мне есть! Господи, не принимаю я этого! Боже, очисти меня грешным! Яко не коли же сотворих благое пред тобою! Николи же! Никогда же! Это пишет тот, о котором говорили земной бог Макарий Великий! Вот, оказывается, Исаак Сирин пишет, в воздаянии бывают не добродетели и не труду ради неё! Это прямо, вы знаете, печенье такое, что он прямо провидел вот эту всю католическую доктрину! На самом деле, эта доктрина просто явилась чем? Выражением, догматизацией ветхого человека! Воздая они бывают не добродетели и не труду ради неё, а рождающиеся от них от понуждения себя к добродетели, а рождающиеся от них смирение! И если не будет такового, ух, какое дело! Смотрите, напрасны все добродетели и все труды! Вы слышите? Вот вам оценка! Блестящая, точная, просто оценка юридического типа! Предопределение! Ну, здесь особенно говорить много не приходится! Суть в чём тут? Ну, вы знаете, особенно кальвинизм в этом отношении постарался, но до кальвинизма иудаизм... Помните, Папа Иоанн Павел II, что писал, что даже если человек оказывается неверным Богу, ну, не человек, а евреи он пишет, евреи, Бог остаётся верным ему! Слышите? Папа проволосил римский доктрину предопределения! Значит, в любом случае он пишет об отношениях с еврейским христианством, еврейский народ возглашает на весь мир, даже если человек неверен, не человек, а еврей в данном случае шло, это по отношению именно к этому только народу он говорит. Бог остаётся ему верным! Вот вам откровенные позиции, я бы сказал, принцип предопределения! И действительно, в иудаизме это так и есть! Мы избраны всё, народ, и всё! И мы таковыми остаёмся навсегда, независимо от того, какие мы в своей нравственной жизни, в своей духовной жизни. Вот это утверждение, самоутверждение, это, конечно, беда! Это беда! Но мы говорим, евреи, иудеи, а мы, Русь святая или нет? А мы, разве не удел Божией Матери? А мы? А мы православные! Разве не Бога избранный народ? Слышите, что у нас? И мы, Господи, не хуже евреев! Такие же Бога избранные! Опять это откуда это идёт-то? Опять обращаю взор! Из того же грязного источника, грязного источника, гордыни, самомнения, тщеславия, то есть, из того же ветхого человека. Сам дрянь-дрянью, а всё твердит, не смеяк, а же прочие человецы. Вот откуда это идёт! Блестящие слова святителя Феофана Затворника. Вот откуда это идёт! Предопределены мы к спасению! Воспрянет Русь святая! Никакой Антихрист не зайдёт на нашу Русь! Придёт Белый Царь! И что дальше будет? И что дальше будет? Вы спросите дальше, спросите что? Будем жить как аскориды в желудке! Что дальше? Блаженно чистые сердца, а не те, кто будет напитан сверх головы. Забываем об этом! Доктрина предопределения. Слышите, откуда она идёт? Из того же ветхого источника. У каждого только по-разному выражается. В каждом народе по-разному. В каждом человеке по-разному. Но у всех сидит, у всех сидит, не с менякоро прочие человецы. Уж я-то уж, конечно, спасусь! Я-то спасусь! Пусть попробуют кто-то усомниться. Я-то, конечно, уже определён там Богом к спасению. Не как прочие люди. Слышите, откуда? Опять этот вот мерзкий, грязный источник ветхого человека, который опять надо как? Слышите? Опять надо осознавать и бороться с этим. И повторяю, в этом и состоит в частности духовная жизнь человека. В борьбе с этими гадостями. В борьбе, а не скрывать, не замазывать. И говорить, что нет этого. Есть это в каждом. Самоспасение тип. Здесь можно назвать, если исторически и касаться христианства, то помните, это было фактически ересь, пелагианство, которое утверждало, что человек сам спасается. Бог здесь не нужен. Ему всё дано. Сюда же относятся, конечно, и такие индуистские направления, как буддизм, как веданта. Здесь много блестящих выражений этой идеи самоспасения. Доходит эта идея самоспасения, вот этой гордыни, до чего доходит? До отрицания даже существования Бога. Буддизм полностью отверг это. Будда говорил, не ищите опоры ни в чём, кроме как самих себе. Сами светите себе, не опираясь ни на что, кроме как на самих себя. Слышали? Запомните, кстати, многие о буддизме говорят, вы слышите, что утверждает этот, вот, пророк буддизма, не опираясь ни на что, кроме как на самих себя. А дальше, чтобы не оставалось сомнений, что это значит, он говорит, я все знаю, я всё знаю, у меня нет учителя, никто не равен мне. В мире людей и богов никакое существо не похоже на меня. Я священный в этом мире, я учитель, я один, абсолютный, сам Будда. Замечательно? Неужели требуются какие-то комментарии? Отсюда не удивляйтесь, и атеизм буддизма совершенно ясен, я сам? Я обращаясь к своим последователям, он говорит, не проси ничего умолчания, молчание с большой буквы, ибо оно не может ни говорить, ни слышать. Замечательно? Вот, оказывается, ничего ни говорить, ни слышать. Я «Будете как боги». Вот, что характеризует этот тип религии. Он весь, весь пронизан чем? Пронизан гордыней. Внутренней, глубокой, глубокой гордыней, как таковой. Ну, у меня есть такие замечательные высказывания многих. Вивикананда, например, знаменитый ученик Рамакришны. Напоминание о наших слабостях, это он говорит на Всемирном Конгрессе религий, где большинство представителей было христиан. Он говорит, напоминание о наших слабостях, говорит Веданта, не поможет. Нам нужно лечение. Лечение же от слабости состоит не в том, чтобы заставлять человека постоянно думать, что он слаб, а в том, чтобы он думал о своей силе. Говорите ему о силе, которая уже есть в нем. Вместо того, чтобы говорить людям, что они грешники, Веданта учит наоборот. Вы чисты и совершенны, и все, что вы называете грехом, не ваше. Никогда не говорите «я не могу». Этого не может быть, так как вы бесконечны. Вы можете делать все. Вы всемогущи. Замечательно. Лучший человек тот, кто осмеливается о себе говорить. Я знаю о себе все. Я нерожденная, бессмертная, блаженная, всеведущая, вечно прекрасная душа. Усвойте эту мысль и проникнитесь сознанием своего могущества, величия и славы. Слышите? Веданта, кстати, мы слышим слово «веданта». Вы слышите суть? Суть Веданта. Дай Бог, чтобы противоположные суеверия никогда не запала вам в голову. Чувствуйте себя как Христос и будьте Христом. Чувствуйте как Будда и будете Буддой. Веданта говорит, что нет Бога, кроме человека. Веданта – это ортодоксальная система индуизма. Вас это может поразить сначала, но мало помалу вы это поймёте и так далее. Полно. Вот вам тип самоспасения. Где он? Что корень? Гордыня. И, наконец, последний тип – это, как я сказал, синергии. Тип религии, собственно, он весь в конце концов замыкается в православии. Православие. Пока ещё есть православие, которое утверждает, что ни Бог не может спасти меня без моего произволения, без моего желания, без моей решимости. Ни человек не может спастись без Бога. Что, разумеется, под спасением? Очищение души своей от всякой грязи, всякой, какая только есть. Смирение, поскольку Бог является абсолютным смирением, в этом смирении только человек может соединиться с Духом Божьим и приобрести ту любовь, которая является вершиной, совокупностью всех благ для человека. Это принцип богочеловечества одинаково необходимы и та, и другая, и другая сторона. Субтитры